Вздание администрации Желание работать в медицине в юную Зинаиду было заложено ее отцом. В детстве он говорил, что врачи – это герои в белых халатах, которые помогают людям, спасают их жизни. Эти люди сильнее самой смерти. Но врачом Зинаиды Николаевны в результате стало случайно. Она прилетела из Саратова в Красноярск, села в автобус и первая остановка от метро была рядом с медицинским институтом. И с тех пор она уже 30 лет работает врачом и спасает жизни людей. Начинала я свою работу с врача-педиатра. Моя основная специальность после окончания института. Потом работала администратором, главным врачом была на Севере. Жили мы в экстремальных условиях на Крайнем Севере. Вот 12 лет отработали там. И вот уже 19 лет я работаю в Кингисеппе. Когда Зинаида Каранчевская переехала в Кингисепп, она уже была профессионалом, специалистом своего дела. Но здесь начала карьеру, как и в Сибири, с врача-педиатра по неотложной помощи. Затем стала заведующей отделением, врачом-инфекционистом. Потом уже заместителем главного врача по лечебной работе. Анализируя свою жизнь, можно сказать, что, наверное, это одна из самых сложных специальностей, которые существуют. И это не просто слова, кто с этим сталкивается, соприкасается. Он знает, что одна самая сложная. Потому что всегда ты должен принимать решения. И перед тобой всегда стоит, в общем-то, либо чья-то судьба, либо жизнь. Все-таки, как бы там ни было, по молодости, может, они не очень ощущаются. Вот у вас, наверное, не очень. А все-таки основная ценность – это все-таки жизнь. И человеческая жизнь, она такая, как по отношению с, наверное, Вселенной. Это такой маленький промежуток всего. И поэтому врачам на самом деле это очень сложные, медицинские работники в целом. А врачи – это максимально сложная работа, потому что мир ответственности очень высока. И каждый день он вообще приносит в своей жизни какой-то экстрим. Вот утром, приходя на работу, ты каждый день встречаешься с какой-то ситуацией, в которой казалось бы, что уже не… Ну, то есть ты уже за столько, много лет работы повидал все, но всегда встречаешься с тем, что ты никогда-либо не встречался. Сейчас Зинаида Каранчевская совмещает две работы – заместителя главного врача и врача-инфекциониста. Основная масса администраторов обычно работают, не выходя из кабинетов. А Зинаиду Николаевну можно смело назвать практикующим администратором, что довольно редко встречается. Ну, я всегда говорю, что должность администратора – это должность, а кормит – это работа врача. Потому что всегда администратор делала такое, а врач – это всегда диплом, твоя работа, твое отношение к работе – это всегда, ну, навсегда. Разумеется, люди редко приходят в больницу с радостью. Они делятся своей бедой и болью. Каждый день врач сталкивается с множеством нервных, злых, расстроенных, плачущих, заболевших людей и их родственниками. Поэтому помимо основного направления в медицине, работа врача является и психологической. Зинаиде Каранчевской приходится очень много качеств совмещать в своей ежедневной деятельности. Пациенты знают о ее заслугах. А вот для самой Зинаиды Николаевны поздравление в администрации Кингисепского района стало неожиданным сюрпризом. Очень приятно, конечно, потому что такие вещи, конечно, в нашей не так часто нас награждают. И любое доброе слово и оценка твоего труда, она всегда очень приятна. И ты понимаешь, что ты делаешь, наверное, правильно. И ты, наверное, должен оправдать то доверие, которое тебе оказали, когда замечают тебя и поощряют каким-то образом. В жизни Зинаида Николаевна – любящая жена и мать двоих детей. У нее спортивная и дружная семья. Кстати, некий вариант бриллиантовой руки она получила, катаясь на коньках. Также ее любимое занятие – это путешествие по миру, расширение кругозора и чтение. Зинаида Николаевна – светлый, улыбчивый, дружелюбный и отзывчивый человек. Она любит свою работу, ценит и уважает коллектив. А работники в ответ уважительно относятся к своему руководителю. Ну, это замечательный руководитель, справедливая, очень хорошая женщина. Требовательная, конечно, но все по справедливости требует. А что вы можете сказать о Зинаида Николаевна? Ну, что могу сказать? Только хорошее. Это прекрасный руководитель, знающий руководитель, любящий свою профессию, свой коллектив. Это доктор от Бога. Ну, что сказать, я чуть-чуть даже не знаю. Человек, знающий свою профессию, не только она у нас педиатр, врач-инфекционист, но и другие нозологи болезни. Очень грамотная, очень знающая. Награду Зинаиды Николаевны отчасти приурочили к Международному женскому дню. Поэтому в честь праздника доктор пожелала удачи и счастья не только коллегам, но и всем жителям Кингисепского района и зрителям телеканала «Орел». Я хочу сегодня поздравить всех женщин Кингисепского района, девочек, бабушек, мам, сестер и всех-всех с праздником, который грядет 8 марта. Особенно мне хочется поздравить своих коллег-медицинских работников, которые работают и в Кингисепской больнице, и на селе, и в маленьких деревеньках, где там у нее 3-4 деревни, и она одна. Мне хочется женщинам пожелать здоровья, благополучия, красоты, терпения. И сегодня становится актуальным мир. Мир в доме, мир в стране, мир в семье. Женщинам быть чуточку терпимее к своим вторым половинкам, потому что без них мы бы не были такими красивыми и такими умными. Поэтому всем здоровья, счастья своих коллег я очень люблю. И каждая из них достойна самого лучшего.